Мой объектив направлен на Volvo. Всегда был поклонником Volvo по части безопасности и комфорта, но первый раз... Почему все зависло? Всегда был поклонником Volvo с точки зрения безопасности, один из признанных лидеров, но никогда еще не видел Volvo гибрид. Причем подвряжаемый гибрид. То есть у нее... Какой емкость у нее батареи? Я не знаю батарею. Грубо говоря, на 20 миль чисто электрического пробега, наверное, где-то киловатт-час, может быть, 6-7-8, которая позволяет ездить в гибридном режиме, и вот в этом случае очень хороший расход бензина. То есть как вспомогательная для бензина функция эта батарея просто идеальна. Чисто электрическая езда на этой Volvo достаточно не быстрая, ибо мощность у нее не слишком большая. Но это огромный семейный автомобиль, семиместный, у которого есть третий ряд сидений. Достаточно комфортный, ну, чуть менее комфортный, чем у X. И сегодня прокатимся. Конечно же, одно из интересных... Интересных-интересных функциональных... Одна из интересных фич этой машины, это тоже в кавычках автопилот. То есть такое автоподруливание. Но Volvo выбрала такой подход безопасный. То есть она не дает, как Tesla, иллюзию автопилота. Она именно дает понять многократно, что это помощь, что это дополнение, а не замена. И думаю, что это поможет им иметь меньше аварий на дорогах. Сейчас я покажу, о чем речь. Как Volvo. Такие маленькие особенности, на которые Volvo обращает внимание, проявляются даже в тряпочке, которую она прикладывает для протирания экрана. Написано, нажмите кнопку на 2 секунды. И тогда экран выключается и не реагирует на бешеное нажатие кнопок. Вот теперь. Теперь можно леть. Вольво гибрид. Батарея позволяет проехать где-то 20 миль в час, но не быстро. А затем... И вообще в целом, я так понимаю, она рекомендует включать режим с двигателем вместе. И тогда... Так, Паша, подключайся. Получается 50 миль на баллон. Правильно? Примерно так. Отлично. Мы сначала попробуем проехать в чисто электрическом режиме. Посмотрите, как оно выйдет. Но потом переключимся уже в совмещенный. Смотри, включаем режим. Гибрид. Pure EcoDrive. То есть это тот, когда машина едет только на электричестве. Пневмоводвеска поднялась. Ощущение, что... Легкое наркотическое опьянение, когда... Вот. Режим Bird's Eye View, когда видно вокруг. Все, в общем, достаточно хорошо видно. Так, а камера задняя, чтобы было видно во все стороны. Чисто при заднем движении... Ее надо переключать. То есть, либо-либо. О! Достаточно широко. То есть, это там 180 градусов. То есть, вот этот вот загнутый бампер искусственно, да? И это реально полный 180 градусов. Удобно. Там еще можно вот так нажимать. И приятно, что машина будет пищать, если увидит подъезжающую со стороны перекрестный автомобиль, которого ты можешь не видеть. То есть, здесь набита функций безопасности, в общем, побольше, чем в Тесле. Ну, продолжаем. Огромный внедорожник, полный привод и абсолютно тихий. Машина по размерам, наверное, больше, чем X. И по функциям интересным, комфортным и качеству салона, пожалуй, XA превосходит. А какая у него максимальная скорость на чисто электрическом режиме? Мне кажется, максимальной нет. Просто лошадиные силы ограничены. Ага. То есть, разгон слабый, но машина будет ехать чисто на электричестве. Если вы борец за экологию, то пока не села батарея, можно ехать на электричестве. Где-то... Сколько? 20? Там. А где он показывает остаток? У нас сейчас 6 миль всего. Ага. То есть, машина недолго заряжалась, поэтому вот что показывает. Было бы интересно протестировать безопасность, как машина сейчас уйдет еще. Установится ли она перед препятствием. Посмотрим, удаст ли ли найти препятствие. Она становится. Если просто машину перед обаточной отрезкой тормозить, она будет так биви-биви-биви-биви. Там остатка тормозится. Но лучше, конечно, не доводить до этого. Ну, смотри, если хватит, смелости можно проверить. Автопилот тоже можем вот так включить. И на принципе... Так, вот, самое интересное. Машина в режиме автопилота. Появился такой уже становящийся стандартом зеленый-синий руль. Вот она оп, вправо уехала полосу. Ну, сама. Ну, тут надо на стопе остановиться. Ага. Как-то, если она не уверена, спознавать эти знаки. Знаки пока не видят, светофоры не видят. Да, конечно, все. Давай, включай. Нажимаем, все, она едет сама. Машина из тех, которых мне довелось ездить. Это первая, которая, как и Тесла, подруливает вот ровно посередине полосы. Сейчас интересно. Сужен, так, ты ее взял или она сама? Сейчас я чуть-чуть взял. Сейчас она сама. У нее, видишь, когда так сильно разъехали с полосы, я вижу, что пропадает на хэтсапе вот тут такая зелененькая штука. Это значит, что она прямо вот хорошо чувствует рогу и сама едет. Если зелененькая руль пропадает, значит, это просто адаптивный круиз работает, и она как бы не знает, куда ей прям ехать. То есть она может пропасть без предупреждения? Да. Ну, ты как бы должен все-таки держать руками. Сейчас найдем еще кусок какой-нибудь более показательный. Пять машин на разметке. Сейчас чуть потеряла. Потеряла, едет на бордюр. Да, если бы ты не подрулил, наехала бы? Да, ехала на бордюр, да. Блин. Ну, эта штука предназначена в большей части для хайвея. То есть она здесь видит дорогу, но она, так как разметки нет, она на это не ориентирована. Ну, вот именно на хайвеи ехать. И на хайвеи она работает хорошо. То есть я ездил в Йеллоустон, едешь целый день. Она целый день держит на хайвеи дорогу. То есть ничего не надо делать. Красота. Но, когда, например, поворот очень резкий, она не будет скорость снижать, и спиртовая машина нет. Едет на сколько ты поставил, на сколько она едет. И, по-моему, вот до 85 миль в час она держит автопилот. Потому что в Айдахо там ограничение 80. Если ты там выгоняешь кого-то быстрее 80, то в любом 85, или что-то она отключает автопилот. Нет, слишком. Так. Сейчас хайвеи тестируем. Что-то через пять минут. Так. За рулем у нас сейчас человек, который ездит и на Тесле трешки. Поэтому сравнение от первого лица. И как Вольва в автопилоте? Ну, она хуже, чем Тесла. Но менее багнутая и фич больше. То есть у меня не было, честно говоря, под другую рулю. Ага. Как это? У меня не бывало никогда. На Тесле бывает, что-то сломается, и, ну, то камера за ней будет перестанет работать. То, в общем, весь автопилот перестанет работать. Пока ты там ее не перезагрузишь, или что-то с ней не сделаешь. И ты, причем, на Тесле не знаешь, что сломалось. То есть она тебе что-то перестала работать, а не говорит, что именно. Просто что-то перестало и перестало. Ты не можешь учить автопилот. Он говорит, не могу. И непонятно, что еще не работает. Может, у меня там подушек безопасный не работает или нет. То есть я не знаю. Что-то сломалось, и в воде разберись. У Вольва она всегда скажет, типа, вот сейчас у меня не работает много за штука. Иди ее почини, наверное, еще что-то. Так, сейчас машина сама рулит? Да, сейчас сама. Ну, сейчас по моему ролику проходим. Да, нормально едет. Она периодически просит потрогать руль, как и Тесла. То есть аналогичная ситуация. Ну, и вот так на хайвей можно ехать бесконечно, часами. То есть, покуда нет каких-то прям, если, ну, сейчас опять просит, потрогать. Нет резких поворотов. И... Хорошая разметка она держит. Но она не предназначена вот именно по каким-то маленьким дорожкам ехать. Тесла тоже не предназначена, но она просто чуть больше умеет. То есть она просто вот случайно поедет. Сейчас я не потеряла разметку. Уехала немножко, да? Сейчас, сейчас. Вернусь? Сейчас посмотрим, да. Ты пока не трогаешь руль. Так, машина едет слегка не по полосе, но что-то подруливает. То есть руль... Что-то подруливает, но вот сейчас она... Уехала. Уехала, да. И вот тут ее пришлось взять. То есть это не совсем хайвей. Разметка здесь действительно не совсем полная, как она вот должна была бы быть на хайвее. Но вот у Теслы я такого не видел. Но чтобы она здесь потеряла разметку, не было никогда. Это мой основной такой маршрут. Тесла более удача, чем я к этому. То есть здесь как бы это чисто хайвейная. И они... Насколько я читал, Кольва даже специально говорит, что она не хочет приводить к такому состоянию, когда люди 95% времени ничего не делают. Но если ты попал в аварию, то твоя вина. Все они как бы не хотят вообще отдыхать, вот быть в такой ситуации. Они хотят... Либо можешь потом совсем сделать самоездище, либо вот, чтобы все-таки ты понимал, что это твоя ответственность. Массаж на нравишком сидении. Одна из очень приятных функций, которой вот я сейчас наслаждаюсь, да? Такой хороший массаж. Можно вот чисто спину вот, например, массажировать. Ломбар это низ? Да, чисто вот низ спины. И можно быстро его там с большой этой, и он там будет очень-очень, чисто низ спины над попой там массажировать. Шикарно. То есть можно включить охлаждение, параллельно массаж, и, в общем, длинная дорога становится гораздо приятней. Включаешь, все, это отдувает сильно-сильно. А, это у тебя. Да, это вряд ли включился отдув. Минет она не делает? Нет. Жаль. Нету дырки. Шикарный массаж, слушай, прям клево. Звук. Звук в машине прекрасен. Я думаю, что-то 19-15 колонок. Вот центральная есть. 1400 ватт. Ну, не столько важна мощность, сколько приятные качества. В дверях боковые, сзади сабвуфер. Звук очень приятный. Панель гораздо более, как же это называется, более тесленная. То есть, меньше кнопок, чем в обычной машине. Явно, что люди тянутся к лаконичности. Вот вспомнил слово, лаконичная панель. Но экран, наверное, четверть тесловского. В общем-то, хватает, но, казалось бы, можно было чуть-чуть его и расширить. Очень приятная панель. Небольшое количество кнопок, бардачок. Звук, перемотка, стекло, аварийка. Все. Других кнопок на панели нет. То есть, очень... Да, я только звук вот так крючу. Это очень удобно. Да. Без того, чтобы где-то искать, там, что-то нажимать. Аналогично, моя самая используемая кнопка, но она на руле. На руле, как бы, если ты хочешь, например, вот, сильно убавить, ты на руле будешь там нажимать, нажимать. У меня в S там же колесико. А, ну, окей. И вот его как раз хватает. Колесико с аудиогромкостью должно быть в любой машине. И производитель, который его не делает, будь он проклят, в общем, так нельзя. Так, ну, продолжаем. А в Тесле вот этого больше не хватает, что не видно простых вещей над стеклом. Это апдисплей, который показывает скорость, лимит, который она увидела, знак, а навигацию показывает и навигацию. Шикарно. Это очень, очень не хватает. Но ты можешь показать, что тут школа, там, тут обосторожные. Такую полезную информацию. Да. Или там, или какие-то, если что-то опасно, она говорит, слишком близко ездишь. Типа, поедь подальше. Тесла, услышь нас, сделай нам хазап дисплей, да? Хотелось бы. Сейчас еду в режиме так называемого автопилота. И в отличие от Теслы, маленькое интересное удобство. Я могу подрулить, например, если я хочу объехать кочку, и при этом режим автопилота не выключится. То есть я кочку объехал, руль оставил, и вот на хазап дисплее видно этот маленький зеленый руль, пиктограмму руля. Машина продолжает ехать в автопилоте, да? То есть еще раз. Объезжаю кочку достаточно далеко, отпускаю руль, машина возвращается. Удобно. Удобно. Потому что выключение автопилота после объезда кочки в Тесле, ну, иногда... Да, в Тесле вообще напрягает, потому что она начинает прижиматься к грузовику, тебе неприятно, ты чуть-чуть левее хочешь, ну, все, едь сам. Блин. Выключилось. Так, сейчас я не рулю, машина выехала ровно на разметку. Ровно на разметку. Сейчас она что-нибудь поймает. Я не трогаю руль. Прямо порваю что-нибудь. Нет. Ну, надо, я думаю, чуть подрулить. И уехала совсем, да? Я думаю, ты видишь, если ты чуть-чуть подрулишь, она поймает. Да, то есть... Она кому хочет, чтобы ты вот крутанул. Кажется, это сделано специально, то есть ты должен показать, что ты здесь. Если машина уехала, она не пытается за счет своей хитрости, значит, вернуться там куда-то, туда не знаю куда, да? То есть это безопасность, это сваливание ответственности на водителя, вот что это такое. Так, сейчас разгоняемся. Она не хочет, чтобы ты... И машина... Нет, мне страшно. Нет, ну ты что-то очень сильно затормозил. Погоди, не, ну, а уже... Вот машина же была тут. Она вообще не сбавляла. Из-за холма, что ли? Может быть, конечно, что-то с холмом. Нет, я... Я... Ну так, ладно, хорошо. Может, я что-нибудь сделаю? Так, что случилось? Чувак, ты же не можешь посмотреть. Что-то значит, что это было. Да. Ну, он не рад, что ты... А, то есть он, наверное, думал, что я это... Что ты что-то разговариваешь. Сейчас в него въеду. То есть, смотри, не только я напугался, даже чувак. Ну, слушай, я вообще... Если машина едет слишком близко, быстро, я обычно сам всегда торможу, даже в этих... Ну, я хотел специально проверить, такие, что будет-то. И я не понял, что было бы, если бы я не затормозил. А он за нами едет. Сейчас будем драться. Здесь есть... Куча каких-то... То есть, можно отключать различные системы там безопасности. Ты можешь прям по всему меню пройти сверху вниз? Давай посмотрим, да. Это что-то зарядка. Engine Charge. Я сейчас никогда эту кнопку не нажимал. Ага. О, это мы включили, чтобы он начал нам тратить бензин. На зарядку батареи. Гениально. На зарядку батареи. Так, спортивный режим, понятно. Вот, Cross-Traffic Alert. Вот это полезная фича, которой сейчас ли нет. Да, это можно повыключать, но я никогда их не выключаю. Это камеры. Здесь это можно сама парковаться, сама выезжать с парковки. Я никогда это не использовал. Но, может быть, параллельную парковку можно нажать. Ага. Камеры эти, кто-то трех знает, мы уже видели. Амсоры. Можно сбросить, вот видишь, на эти подголопники. Можно нажать кнопку, и они упадут. Подожди, сейчас я снимаю. Страшно. Что ж там никого не было? Да, ну это чтобы ты мог ехать и... А поднять их обратно можно электрически? Нет, поднять назад нельзя. Только рукой поднять. Так, интересная фича. Для ребенка можно это, если там сильно шумит. Да. Ну здесь, как бы, можно подключать какие-то штуки. Предупреждение... А сейчас passenger seat, смотри. Предупреждение дистанции было включено, не сработало. Мужик из Range Rover расстроился. Да, смотри, можно менять. Ага. Я, честно говоря, тоже не знаю, что это поменять. Что-то пассажирское сидение. Так, да, действительно. Это слепая зона. На зеркалах предупреждение, это клево. Что-то вылезла passenger seat. Ну ладно. Cross-control. Знаки она читает. Я видел школу. Она прочитала скорость и какие-то еще. То есть много знаков. Ну, несколько она читает. Самых простых. О, вот школы, еще что-то. А что такое Active Bending Glides, знаешь? Это когда ты крутишь рулем, она поворачивает фары туда. Влево-вправо за рулем. Да. Шикарно. На их сейчас что-то похожее есть. Ну, у нас, в мире, вылежает этот сервис. Потом здесь есть настройки того, как ты ездишь. Можно зайти сюда и сказать, я хочу в основном ездить на гибриде или на электричестве. Какое у тебя там поведение руля, powertrain, всякие suspension и прочее. То есть можно поднастроить. Или она сама как-то учится там еще, по-моему, постепенно. Где-то там есть. Полезный набор. Adapt drive mode to personal preferences. То есть она, по-моему, как-то там подучивается, если взять ключа, с которым доедешь. Ага. Так. Молодцы. Так. А там есть еще много... Тут можно, не этот, а можно менять различные интерьеры. Если ты посмотришь, вот интерьер сейчас у нас горит. Мы сейчас светло. Посмотри, можно свет, например, сделать. Вот белый цвет. А можно сказать, покажи мне вот, например, вот такой свет theme color. То есть когда становится темно, уже она горит вот таким фиолетовеньким цветом. Когда ты заезжаешь, такой... Внутри салона. Внутри салона. Класс. Когда темнота. Не видел ни одной машины пока. И можно менять. То есть тут все разные светодиоды. И на разный ключ. То есть у меня такой, у жены там другой свет. Копеечная фича, но на самом деле здорово. Да. И тут можно, видишь, например, менять, насколько там этот внутренний свет, насколько он сильный, слабый там. Какие-то... Я так себя настроил. Есть еще много настроек внешних, этот high beam, их мощность. Это типа, когда ты уходишь из машины, выходишь, насколько она там сколько раз бегает. Бежливая подсветка, так называемая. Что-то делает, да. Это так, это знакомо. Потом есть Mirror Convenience. А, видишь, это типа, когда ты сдаешь назад. Они опускаются. Да. Потом Review Dimming, это насколько... Потом, когда ты уходишь, чтобы их складывать. И она еще приседает и встает, ну, когда ты уходишь из машины и возвращаешься. То есть, ну, по-моему, это основа. Она на этой воздушной подвеске. У тебя воздушные на трешке? Да, да. Нет, на трешке нет. На трешке нет, по-моему, воздушной подвески. Наверное, будет. А вот на этой есть воздушная. Она умеет садиться и приседать. Чтобы было проще выходить. Да, по желанию. Тоже настраивается. Walking. Это типа, ты когда за ручку дергаешь, а это закончится массаж. Что ты говоришь? Все, хорош. Готов. Это типа, что ты можешь за любую ручку открыть машину или за любую закрыть. Ну, понятно, только водительская или одна. То есть, та, которую ты дернул, либо все. Ага, понятно. Это аудио, ну, и какое-то пипиканье. Да, подтверждает. Это типа, слишком далеко ушел. А, видишь, если становится слишком жарко, она закроет крышу. Подожди, как кертен. То есть, она закроет не крышу и стекло, а именно... Крышку вот эту закроет. Шикарно. То есть, на крыше есть вот эта вот занавесочка, ткань, которая помогает салону оставаться более прохладным. И она ее автоматически закроет, если через крышу светит слишком яркое солнце и машина нагревается. Класс. Вот это очень полезная фича. Не говоря о том, что в Тесле вообще не хватает этой занавески. Она еще и сама закрывается. А, да, блин, что-то... У меня автоматически этот парковочный тормоз... То есть, не обязательно самому ставить, она у тебя такая функция. Да, это когда в сервисе, я не знаю, что это настройка. Вайперс. Это когда поднимаешь на домкрате, скорее всего. Здесь она строится, что да, она всегда знает, что надо. Если дождь пойдет, сама включит. И передний, и задний. Да. Шикарно. Тоже полезная фича. Ну, вроде все, мы все посмотрели. Вольф подтвердает свою препутацию. Тут какие-то вещи есть. А, ну можно менять, как вот это выглядит. Ага, ну-ка, давай. О, гоночная. Гоночная. Кром. Старчески. Молодежная. Минимальная. А, смотри, можно еще поменять свет, видишь. Вот этого центрального или... Да, вот этого. Вот это меняется. Вот день-ночь. Да. Шикарно. Show Current Media, Show Map. Ну, вот это можно менять, что там у тебя. То есть можно показывать, например, карту. Всегда. Красиво. Можно показывать, что играет у тебя через CarPlay сейчас. Слушай, отлично. Ну, и HeadSup Display. Видишь, вот что у меня есть HeadSup показывать. Навигацию, познавание, поддержку, телефон. И телефон. Да. Навигация, знаки Driver Support. Это вступилог, так называемый. Ну, это Driver Support, и, например, когда ты слишком близко кому-то едешь, или какая-то тревога впереди, или там пробка, она тебе там пипикает, и ты говоришь, тормози там и прочее. Ну, богато, богато с настройками, очень, очень богато, приятно. И еще дальше вот это то, что настройка есть звук. То есть можно настроить, кому он играет. Звук на телефоне не передать, но звук шикарен. Всем, водителю или сзади музыку. Ага, вот позиция. Можно понастраивать отдельно какой-то звук. Можно включить концертный холл Готенбурга. Готенбург это швейский город, где делают все вольво, а не только там, делают в одном этом городе. Забавно. Я там был когда-то один раз. Вот они типа симулировали концертный холл. Забавно. Смой этого. Здесь какие-то приложения можно устанавливать через их центр, но я им никогда не пользуюсь. Спользоваврая перформанс? Ну, это показывает, как мы ехали сейчас. Что мы с какого-то момента, я уже не знаю, с какого-то считал, что было 33 исполнения ПГ. И когда ты тратишь электричество, а когда ты тратишь бензин. Вот, кстати, про расход. То есть 33 это смешанное электричество и бензин за какой-то долгий период. Это за 114 часов. Ага. На 2000. 22 тысячи миль, да? Да. Но при езде по хайвею машина показывает 27, то есть где-то около 7 литров на сотню. По-русски. Да? Это так. 6-7. Ну, это если ехать без заряда, а вот просто на бензине. То есть машина едет просто на бензине 6-7 литров для такой огромной штуки. Но когда машина едет в смешанном, в гибридном режиме с заряженной батареей, то получается около 50 миль на галлон, переводя в русские. 1 литр на сотню где-то? Да. Ну, можно вообще 0 как бы ехать, да? Ну, видишь, чисто не кричит. Если едешь совсем осторожно, можно 0. Ну, а так в целом, да, где-то 50. Шикарно. Ну, вот здесь можно этот, конечно, зарезать, вот этот галочек поставить, чтобы не было двух тысяч. И есть в этой машине CarPlay. Несмотря на то, что есть своя хорошая навигация и все остальное, есть Apple CarPlay, то есть включаешь телефон проводом и получаешь свою музыку, свой подкаст, чтение смсок, звонки. Очень безумно удобно. Tesla, сделайте, пожалуйста, CarPlay нам, хочется сказать, маску. Видео. Ну-ка, что за видео? Что он еще и видео показывает? Как интересно. Слушай, я никогда видео не включал. Я не знаю, как его включить здесь. Здесь, смотри, какие-то есть... Даже язык. Наверное, можно какую-то флешку воткнуть. Сейчас попробуем разобраться. У меня нет, я никогда не проверял. Терскую флешку сейчас с мультиками включим. Надо проверить. А, наверное, надо зарегистрировать. Ах ты, блин. Registration code, you can find it. Ну, что-то умеет, ладно. Я не думаю, что это надо осуществлять. Да, она умеет там читать тебе, по-моему, сообщения. Это через CarPlay скорее. О, Wi-Fi hotspot. То есть у нее есть Wi-Fi. У нее есть... Ее можно подцепить к Wi-Fi. Нет, она сама может раздавать. Да, но у меня не активировано. То есть можно купить... У нее есть LTE-модем, нужно его купить. И она будет подключена к интернету сама. А, то есть его надо проплатить отдельно. Да, у меня не парятся. Ну, шикарно. Функции есть, просто она не бесплатна, очень честно. Не, 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 честно говоря. Там можно воткнуть симку прямо в машину. И она будет... Можно вообще купить симку, воткнуть ее. Ага, чудесно. И она будет ездить своим LTE. То есть есть вот эти приложения. Типа можно скачать приложение, например, Pandora или там Spotify. Класс. И она может скачать через свою симку их. Я никогда не делаю. Все-таки втыкаю телефон, и через него CarPlay работает. Ну да, CarPlay им достаточно. Класс. Что-то еще интересное есть? Что-то еще. А, ну это мы уже все, по-моему, посмотрели. Здорово. А, единственная вещь, которая мне не нравится, по сравнению с BMW, что у меня есть тут формат всяких дат и прочих, но он как бы один на все. То есть я, например, хотел бы температуру смотреть в Цельсиях, а ездить с милями. Я не могу этого сделать. Вот это, кстати, да, в Тесле. Во многих машинах этого нет, в Тесле есть. Вот. А вот в BMW можно было сказать, что показываем не температуру в Цельсиях, а ездим в милях. А у него есть только режим, типа travel, какой-то мод. Тогда он здесь вот. Ну да. Как бы можно... Метрик. Это лагич, да. То есть вот мы не можем какую-то комбинацию сделать. Ага, меняется сразу все. Можно просто все сделать в километрах. Типично. И тогда едешь, там, в Канаду заезжаешь, все делаешь в километрах и Цельсиях. Ну нельзя как бы... Ну или просто уж переключишь на метрик. Шикарно. Все. Ну я думаю, по меню все. Почти преодолели. Сейчас салон. Сидение. В нем есть встроенный бустер. То есть ребенку, чтобы повыше сесть, середина сидения имеет два положения. Стандартное и вот это поднятое. То есть чтобы ребенок сидел повыше, тот, который уже не нуждается в кресле, но должен сидеть выше для безопасности.